Вроде бы и выиграли, но и в то же время сам как матч проходил, нервы нормально потрепали мы и себе, и болельщикам. Почему-то, наверное, наше упущение тренерское. Не смогли до конца ребят убедить, что эта игра будет непростой, независимо от того, что там молодые ребята или немолодые. И тот материал, который наш тренерский штаб просматривал, убедил нас в том, что это команда играющая, Кубань-2, там пацаны умеют играть в футбол, если им это дать. К сожалению, только после пропущенного гола где-то получилось ребят разбудить, получилось у ребят у самих проснуться, образно говоря, включиться в игру. Ну и второй тайм. Начали хорошо. А так, в принципе, по большому счету, да, матч был непростой, благодаря сопернику, потому что мы плохо настроились, может быть, я еще раз повторяюсь, да. Но работа непочатый край. Вот в лицо бросилось два разных тайма. Если в первом тайме не давалась комбинационная игра, игра в пас где-то с партнерами, то во втором все изменилось. Вы что-то, пришлось повысить голос в раздевалке в середине тайма? Голос пришлось повысить, да, пришлось подбирать нужные слова. Хорошо, что эти слова удалось подобрать нужные, те слова, которые до них дошли. Другое дело, что сами парни, пацаны, футболисты наши, да, им много-то и не нужно говорить, но поправлять необходимо. Переучитые, они молодцы, потому что смогли перестроиться, перебороть. По ходу игры это всегда непросто. Продолжение следует...